Дорогие братья мои Мы подходим к завершению нашей второй части, которая, собственно, касается составления конспектов Помните, мы называли ее четкая структура Ваш конспект должен быть хорошо организован И поэтому мы сейчас дадим вам несколько заключительных советов по организации вашего конспекта Как сделать так, чтобы ваша будущая речь была хорошей? Начинать работать над этим нужно уже на стадии составления ваших конспектов Поэтому прямо сейчас мы поговорим о таких важных понятиях Теории риторики и теории речевых актов Как этос, пафос и логос Что определяет ваше построение текста? Выбор тех слов, которые вы осуществляете при написании конспекта Определяется это тремя классическими терминами Термины «этос», «пафос» и «логос» основные для риторики Согласно Юрию Владимировичу Рождественскому и Александру Александровичу Волкову Двум ведущим филологам, разработавшим современные концепции теории коммуникации Теории речевых актов Эти термины «этос», «пафос» и «логос» обладают следующими определениями Этосом принято называть те условия, которые получатель речи предлагает ее создателю Пафосом принято называть намерение Замысел создателя речи, имеющего цель развить перед получателем определенную интересующую его тему Логосом принято называть словесные средства Использованные создателем речи в данной речи при реализации замысла речи Что же имеется в виду? Пафос Это нечто присущее авторскому замыслу Дело в том, что мы не думаем с вами при помощи слов Мы думаем мыслями, а не словами Мысль же не всегда выражена словом Мысль — это некая комбинация образов, каких-то смутных ощущений, чувств Ну и, конечно, каких-то слов Но вообще авторский замысел, не будучи высказанным, это и есть пафос То есть есть некий замысел, некое намерение создателя Есть этос Грубо говоря, это аудитория У нее в сознании тоже есть свои мысли Свои какие-то установки Свои понимания Какие-то свои логические связи Между автором и аудиторией может существовать значительная пропасть Потому что, ну, например, автор может быть более образован, чем аудитория Или наоборот Кстати, автор может быть менее образован, чем аудитория Они могут быть специалистами в разных областях И так далее Вот эта пропасть на самом деле велика Потому что не существует другого способа передать достояние пафоса в условия этоса Кроме вот этого изобретения Божьего, называемого логосом Как замысел, именуемый пафосом, может стать достоянием аудитории, достоянием этоса? Не иначе, как будучи закодированным при помощи определенных слов При помощи логоса Итак, автор кодирует информацию Кодировка Слушатель декодирует эту информацию Следовательно, автор должен учитывать условия, предлагаемые ему этосом Для того, чтобы верно закодировать информацию С такой целью, чтобы слушатель верно ее декодировал О том, что информация именно кодируется и правильно декодируется Об этом, в общем-то, известно каждому из нас Мы знаем, например, что иногда наши фразы могут не означать буквально того, что они значат Ну, к примеру Если я говорю, что-то у меня пересохло в горле И жена моя присутствует рядом То жена обычно пойдет на кухню, нальет стакан воды и передаст мне Хотя, собственно, фактической просьбы передать мне воды В моей фразе не содержалось Но я знаю, как закодировать эту информацию А жена знает, как ее декодировать Множество идиоматических выражений построено на том Что мы, в принципе, договорились Мы знаем, как декодировать то или иное выражение Да и не обязательно идиомы Например, жена может сказать мне Поставь воду Я прекрасно понимаю, что она имеет в виду Хотя, чисто, если провести лексический анализ этой фразы Синтаксический анализ То можно сказать, что ж ты с ума сошла Воду же нельзя поставить Ну, она же не стоит Но я понимаю, что имеет в виду жена Значит, нужно взять некую емкость Налить в нее воды, например, в кастрюлю Включить плиту Поставить кастрюлю с водой на конфорку И ждать, когда вода закипит И все вот это многообразие действий Было закодировано в одной короткой фразе Поставь воду И я ее верно декодировал Но это быт наш Здесь все довольно легко Когда же речь пойдет о том, что вы будете проповедовать людям Здесь будут возникать разного рода сложности В сложности какого порядка? Юрий Владимирович Рождественский приводит такую иллюстрацию Франциск Осийский проповедовал птицам Его пафос был ничем не стеснен Но птицы не предложили проповеднику никаких условий этоса И поэтому само воплощение пафоса в логос в проповеди Никого не затронуло Вот пример чистого пафоса Второй пример Гулливер попал в страну гуигнгммов Гуигнгмы – существа вежливые Они позволяли Гулливеру говорить Но он не знал их языка в совершенстве Поэтому не мог им объяснить своих мыслей Вот пример нужды в логосе Третий пример Дурак из сказки Приветствовал похоронную процессию словами Таскать вам не перетаскать И был бит Эти слова он выучил от людей, занятых уборкой урожая И применил неуместно Вот пример этоса Это литературные примеры Теперь жизненный пример Собрание назначается в определенном месте В определенное время и на определенную тему Это этос Замысел речи у участника собрания Должен быть им продуман В связи со временем, местом и темой собрания Это пафос Участники собрания должны применять Только те языковые средства Которые понятны всем Так на ученом совете Киевского университета Можно выступать и по-украински, и по-русски А на ученом совете Колумбийского университета Можно построить речь только по-английски Это логос Три основные категории риторики Этос, пафос, логос находятся в связи друг с другом И как бы переходят одна в другую Братья мои, все это необходимо учитывать Учитывать при составлении конспекта Когда вы пишете, пожалуйста, учитывайте особенности своей аудитории Пусть ваш пафос будет так закодирован Чтобы исключить непонимание Исключить разного рода недомолвки Чтобы исключить возможность искажения Слова Божьего при передаче Каковы же характеристики хорошей речи? Мы будем говорить об этом подробнее в наших следующих лекциях Но сейчас в общих чертах зададим вам направление Когда вы будете писать конспект Постоянно имейте в виду, что ваша речь Которая будет еще произнесена Должна обладать следующими характеристиками Первая характеристика это объективность Объективности следует учиться Объективность обозначает максимальную степень правдивости и непредвзятости Каждый проповедник обязан быть максимально объективным Конечно, объективность недостижима Наверное, в нашем сегодняшнем состоянии Каждый из нас субъект Каждый из нас оценивает субъективно Разного рода явления Каждый из нас находится под гнетом своих каких-то субъективных представлений Однако, вы должны стремиться к объективности Сегодня ни один оратор Ни один проповедник Не должен говорить себе Я абсолютно объективен Но, как, кстати, один брат Даже не шутил Видимо, он путал субъективно и объективно Он все время говорил Это мое личное объективное мнение Но каждый проповедник должен стремиться к объективности Что я имею в виду? Ну, например Вот два разных утверждения О моем родном городе Город Тольятти стоит на левом берегу реки Волги И второе утверждение Город Тольятти самый лучший город на земле Какое из этих двух утверждений объективное А какое субъективное Объективное, конечно, первое Ну, довольно объективное Понятно, что можно спорить Какой берег Волги считать левым Ну и так далее А второе утверждение Очень и очень субъективное Проповедник должен уходить От своей субъективности В пользу Божьей объективности Объективным может быть только Бог Его слово объективно Уходите от себя любимых От своих утверждений От своего опыта Как всеобщего универсального критерия Уходите к слову Божьему К его объективности Один проповедник очень любил Манную кашу И на проповеди все время Сравнивал Со своей вот этой любовью Необходимость нашей любви к Богу Он говорил Вот, братья и сестры Бога надо любить Как манную кашу Конечно, мало кто его понимал И воспринимал всерьез Потому что подобные утверждения Очень и очень субъективны Вторая характеристика Хорошей речи Это ясность Когда будете составлять конспект Старайтесь отчеканить все формулировки Работайте над фразами так Чтобы они становились Кристально ясными Старое правило утверждает Проповедник должен говорить так Чтобы его не только можно было понять Но чтобы невозможно было не понять Помните про закон Который мы уже упоминали Если вас можно понять неправильно Вас поймут именно неправильно Сбрасывать со счетов Выбрасывать из речи Нужно все, что не соответствует Ясному мышлению Хотя даже сбрасываемое Может казаться вам Очень привлекательным Оставляйте все, что касается Информации, взятой из Слова Божьего Все ваши нагромождения Какими бы красивыми они вам не казались Все это необходимо выбрасывать Ради ясности Многие недоразумения Возникают из-за путаницы в понятиях Некоторые слова и понятия многозначны Некоторые проповедники Стараются специально щегольнуть Какими-нибудь наукообразными Многоемкими определениями Старайтесь от этого уходить Будьте ясными В основе многих недоразумений Конечно, лежит Многозначность употребляемых слов Например, английский министр Иден Во время Второй мировой войны Выступал по радио И, отмахиваясь от назойливых фотографов Крикнул фразу Которая ушла в эфир В прямой эфир Он крикнул фразу Don't shoot, please Ну, что означало Не фотографируйте, пожалуйста Сейчас мне нужно сосредоточиться Таков был его, собственно, пафос Такой замысел На следующее утро Немецкое радио Торжествуя сообщило Что на Идена Английского военного министра Было свершено покушение Потому что Английский глагол Shoot означает Одновременно И фотографировать И стрелять Мы понимаем Что подобные казусы Могут случиться И в русском языке Поэтому, пожалуйста Будьте внимательны Когда вы составляете конспект Хорошо продумайте Как ваше слово отзовется Хотя нам и не дано Этого предугадать Старайтесь предугадывать Что же касается ясности И понятности То мы должны к этому стремиться Мне кто-то рассказывал историю Про одного проповедника Который выступал На международной христианской конференции Говорил долго Очень запутанно Высокопарно Наукообразно Использовал сложные Для понимания термины После его проповеди К нему подошел африканец Чернокожий парень В такой пестрой рубашке Похлопал его по плечу И сказал Вы знаете Я не понял ни слова Из вашей проповеди Но я рад Что такой ученый человек Тоже за нас Конечно Снискать восхищение публики Восхищение паствы Может быть весьма заманчивым Все же стремитесь к ясности Образность Образное представление Фундамент всех познаний Так написано в девятом письме Пистолодцы Как Гертруда учит своих детей Это справедливо Не только в отношении детей Но и взрослых Когда вы составляете свой конспект Следите за тем Чтобы речь ваша была образной О использовании Различных риторических средств Мы еще с вами довольно-таки Немало поговорим Но сейчас Я прошу вас Используйте Образные выражения Они запоминаются лучше Чем абстрактная истина Специалист по эстетике Вишер В забавной манере Например Однажды изложил суть Различий между европейскими языками Можно было бы написать Сухой трактат Проанализировать Те или иные сходства Или различия языков А можно было в научно Такой популярной манере Выразить так Как Вишер это сделал По его мнению Французский язык Напоминает ликер и бисквит Итальянский Красное вино и апельсины Голландский Настоящую селедку А немецкий Хороший ржаной хлеб И пиво И на самом деле Вот такие определения Гораздо более образны И понятны рядовому слушателю Если вы хотите выразить Какую-нибудь очень важную истину Постарайтесь сделать это образно Люди запомнят ее Христос пользовался Образными выражениями Например он Обличая фарисеев Говорил Вы отцеживаете комара А верблюда поглощаете На самом деле комизм Этой ситуации Вызвал как раз Способность слушателей К запоминанию Той или иной фразы Польский политик Царанкевич В 1956 году Выступал против Сталинистов Которые Не выясняли Причин нарушения А искали виноватых Тогда он сказал Если кто-то боится Малярии Тот должен не ловить Комаров поодиночке А осушать болото Образное выражение Гораздо более запоминаемо И понятно Чем простая сухая фраза Например Не боритесь Со следствием Боритесь с причиной Лучше сказать Образно Как и поступил Царанкевич Следующая характеристика Целеустремленность Проповедник Должен постоянно Думать о том Чего он хочет Достичь проповедью Своей Проповедник должен Четко представлять На каком духовном уровне Находится его паства До начала проповеди Вот здесь Моя паства Находится Вот здесь Она должна Находиться В результате Моей проповеди Проповедник должен Быть Целеустремлен Хотя Конечно Нельзя слишком Многого ожидать От одной проповеди Но тем не менее Целеустремленность Поможет вам Сделать Серии Ваших проповедей Весьма и весьма Эффективней Спержин писал Нельзя слишком Многого желать От одной проповеди Одна мысль Которая запечатлена В памяти Лучше Пятидесяти Которые В одно ухо Вошли А в другое Вышли Лучше крепко Вбить Один хороший Гвоздь Чем слабо Воткнуть Дюжину Канцелярских Кнопок Которые Выскочат В течение Часа Будьте Целеустремленными После проповеди Проповедник Проповедник не просто Сообщает нам Факт за фактом Не просто Течет его сознание Проповедник должен Постоянно следить за тем Чтобы внимание Слушателей Не ослабевало Ослабевание Внимания Процесс Чисто физиологический Он обусловлен Многими факторами Психологическими И даже физическими Но так или иначе Проповедник Должен это учитывать Конечно Многое зависит От аудитории От того Жарко Или холодно От того Тесно Душно Или просторно И наоборот Много места Но в среднем Проповедник Должен Понимать Что Внимание Ослабляется Примерно Каждые 12 минут Вот это Время В начале Речи Внимание Повышается Через 12 минут Внимание Будет Практически На нуле Если Специально Его Не подогреть Поэтому Каждые 12 минут Проповедник Должен Сделать Нечто Такое Запланировать В своей проповеди Нечто Такое Что Моментально Моментально Повысит Внимание И вот Эту Синусоиду Всегда Элементар Элементарно Скучно Иногда Нужно Разрядить Атмосферу Продумайте Это На стадии Составления Конспекта Следующая Характеристика Повторение Повторение Проповедником Основных Мыслей Имеет Большое Значение Уже На стадии Составления Конспекта Записывайте Туда Ключевые Фразы Которые Будут Повторяться Например Посылку Можно Повторять Несколько Раз На протяжении Всей Проповеди Иногда Перед Третьим Пунктом Важно Вспомнить О том Что Слушатели Скорее Всего Подзабыли Как Формулировались Два Предыдущих Пункта Поэтому Неплохо Перед Третьим Пунктом Сделать Некий Обзор Что-то Вроде Этого Итак Мы Уже Говорили О трех Характеристиках Вот Первая Была Вторая А сейчас Мы Поговорим О третьей Пожалуйста Помните Что Слушатели Проделывают Тоже Весьма И весьма Непростую Работу Слушая Вас Облегчите Им Эту Работу Постарайтесь Сделать Так Чтобы Они Помнили Хотя Об Основные Постулаты Неожиданность Неожиданность Является Фактором Повышающим Напряжение Внимания И Признаком Искусной В психологическом Отношении Проповеди Становятся Какие-то Неожиданные Повороты Мыслей Мы Конечно Не должны Смешивать Эффект Неожиданности С такой Целью Каждую Проповедь Превратить В Сенсацию Но Иногда Это Способно Довольно Сильно Встряхнуть Аудиторию Я помню Как один Проповедник Рассказывал О том Как Бог Творит Народ Свой Подобно Сосуду И вот Он Сосуд Какой-то Купил Такой Глиняный И так Рассказывал О том Как Бог Творил Все На основании Этого Сосуда А потом Неожиданно Достал Камень И разбил Этот Сосуд И после Этого Уже Прочитал Текст О том Как Бог Сокрушит Неверные Сосуды Народа Израильского И этот Эффект Неожиданный Эффект Заставил Слушателей Внимать Всей Проповеди До Самого Конца Конечно Никакая Неожиданность Никакие Внешние Эффекты Не Способны Подменить С собой Смысловой Насыщенности И это Следующая Характеристика Хорошей Речи Проповедник Должен Обращать Внимание На Смысловую Насыщенность Материал Должен Быть Расположен Так Чтобы Эта Насыщенность Была Неоднородной Человек Человек Не Способен Постоянно Усваивать Важную Информацию В концентрированном Виде Что-то Важное Должно Перемежаться С чем-то Менее Важным Слушателю Нужно Иногда Разрежать Информацию Опять же Это происходит При помощи Разного Рода Иллюстраций Каких-то Зарисовок Каких-то Способов Расслабить Немножечко Слушателя Смысловая Насыщенность Должна Быть Различной Лаконизм Или Краткость Речи Это Очень Важно Речь Должна Быть Краткой Вольтер Говорил Тайна Скучного Состоит В том Чтобы Сказать Все В одной Речи Лютер Советовал Молодым Проповедникам Коль Поднимаются Да Рот Пошире Открывают То Люди Уши Затыкают За четверть Часа Напроповедуют Гораздо Больше Чем Сделают За Десять Лет Если Почувствовал Что люди Слушают Прилежнее Тут же Заканчивай Свою Проповедь Вот Тогда У тебя Будут Слушатели Марк Твен Рассказывал Что Однажды Ему так Понравился Один Проповедник В церкви Что он Решил Пожертвовать Ему Доллар Но Проповедь Все никак Не останавливалась И длилась Уже почти Час И Марк Твен Когда Решил Понизить Своё Пожертвование Размер Пожертвования Решил Хватит С него И 50 Центов Когда Проповедь Все еще Не закончилась Он Тогда Решил Ничего Не дам Я вообще Сегодня После Того Как Еще Полчаса Продлилась Проповедь Марк Твен Не выдержал Встал Взял С церковной Тарелки Доллар Засунул Себе В карман И ушел Вообще Из церкви Древние Спартанцы Были Немногословны Однажды В голодное Время Жители Другого Города Просили У спартанцев Зерна Просили Долго И витиевато Наконец Пожилой Спартанец Не выдержал И сказал Мы забыли Начало Твоей речи А потому Не поняли Ее конца Второй Посланец Взял Мешок И сказал Вы видите Мешок Пуст Пожалуйста Положите В него Хоть что-нибудь Пожилой Спартанец И тут Укорил Его В следующий Раз Говори Короче Что мешок Пуст Мы видим О том Чтобы его Наполнить Можешь даже Не упоминать Это и так Ясно Берегитесь Многословия Это Справедливое Высказывание Актуальное Сегодня Многословие Равнозначно Скуки Можно Говорить Всегда Гораздо Короче И выразительнее Чем Мы Думаем Как Говорил Один Проповедник Для Того Чтобы Сказать Проповедь За 15 Минут Мне Нужно Готовиться Две Недели Для Того Чтобы Говорить Проповедь 30 Минут Мне Достаточно Одной Недели Для Того Чтобы Говорить Проповедь Длиною Три Часа Я Готов Прямо Сейчас Лаконизм Это Плод Долгой Работы Еще Одна Характеристика Хорошей Речи Это Юмор Его Разновидности Такие Как Остроты И Ирония Острота Освещает Глубже Чем Трагическая Серьезность Фраза Брошенная Со Смехом Может Беззвучно Плакать Вспомните Горинского Мюнхгаузена Я понял В чем Ваша Беда Вы Слишком Серьезны Серьезное Лицо Еще Не Признак Ума Господа Все Глупости На земле Делаются Именно С этим Выражением Вы Улыбайтесь Господа Улыбайтесь Юмор И Остроты Они Могут Иногда Сказать Больше Чем Постное Серьезное Лицо Не Бойтесь Пошутить В вашей Проповеди Конечно С юмором Будьте Осторожны Учитывайте Культурные Особенности Вашей Аудитории Потому Что Шутить Над Одними Вещами Принято В русском Народе В славянской Культуре Над Этими же вещами Не принято Шутить В других Культурах Но Тем Не Менее Шутка Сказанная Уместно Вовремя Может Смягчить Напряжение И Даже Завоевать Доверие Слушателя Даже Послужить К вашему Авторитету Конечно Бывает Не только Смешная Шутка Или какая-то Веселая Острота Бывает Высказанная Такая Ирония Сродни Сарказму Желчная Ирония Иногда И она Уместна Апостол Павел Пользовался Даже Саркастическими Утверждениями Когда писал Коринфинам Вы уже Присытились Вы уже Обогатились Вы уже Стали Царствовать Без нас Пророк Или Использовал Сарказм По отношению К Вааловым Пророкам Когда Насмеялся Над Ваалом Безжалостная Насмешка Злой Сарказм Не всегда Применимы Но иногда Уместны Однажды Говорят Иосиф Бродский Услышал Что Евтушенко Выступил Против колхозов И когда Он это Услышал Он лежал Больной В этот момент Слабым Голосом Сказал Если Евтушенко Против Стало быть Я За Иногда Бывает Так Что Чтобы Выразить Своё Отношение К греху Нужно Прибегнуть К сарказму Конечно Иногда Шутки Приходится Импровизировать Что называется Их невозможно Заранее Вписать В конспект Иногда Что называется На злобу дня На злобу Конкретной ситуации Приходится Шутить Находчивость В импровизации Действует Как Освежающий Бриз На слушателя Кто-то мне Рассказывал Что ещё В советские Времена Нашему брату Одному Во время Проповеди Какой-то Засланный Казачок В церкви Задал Прям вопрос Во время Проповеди Скажите А если Сатана Покается И примет Крещение Он станет Вашим братом Брат наш Был не книжный И простой Но он Помолился И ответил Он сказал Ну вот Не знаю Если Сатана Покается И примет Крещение Может быть И станет Он нашим Братом Но вот Что-то Он пока Не кается И крещение Не принимает Поэтому Остаётся Всё ещё Вашим Братом Ирония Ирония Шутка Юмор Или иногда Сарказм Особенно Действенны Когда оратор Подвергает Им Собственно Себя Самого Отпускать Шутки На свой Собственный Счёт Означает Действовать Управляя Собой Не относясь Слишком серьёзно К своей Персоне Но Всю серьёзность Направляя На Слово Божие На Так сказать Изложение Истин Священного Писания Учитывайте Все эти пожелания При составлении Конспекта И Бог Да благословит Вас Субтитры Редактор субтитров